МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфира Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии Оксана Холодова. Здравствуйте. И вот основные темы. Недоступная граница между Благовещенском и Хэйхэ. Временно приостановлено движение судов на воздушной подушке. Билеты онлайн. Обновленный сервис покупки билетов появился на сайте Благовещенского аэропорта. Зеленая планета. В Дальгау проходит международный экологический форум. И коробочка надежды. Амурчанам предлагают собрать новогодние подарки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Движение судов на воздушной подушке через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ временно приостановлено. На реке образовались высокие торосы. Две китайские пумы не смогли добраться до своего берега и перегородили путь российским судам. Восстановить международное транспортное сообщение планируют утром 21 ноября. Однако амурчанам рекомендуют в ближайшее время воздержаться от выездов в Канейр. За подробной информацией о людовой обстановке специалисты советуют обращаться в справочную пассажирского порта Амур-Асо по номеру телефона, который сейчас на экране. В ближайшее время жители большинства населенных пунктов Амурской области смогут бесплатно увидеть еще 10 каналов с 11 по 20. Специалисты ОРТПЦ начинают вводить в работу передатчики для вещания второго мультиплекса. Пока он был доступен лишь зрителям Благовещенска, Белогорска и Свободного. Проверять, настраивать и регулировать передатчики вещания второго мультиплекса специалисты начнут уже на этой неделе. До конца года трансляцию переведут из тестового в штатный режим. Чтобы смотреть телепрограммы в цифровом качестве, необходимо приобрести либо телевизор нового поколения со встроенной картой для приема сигнала, либо спутнику, антенну или приставку. Стоит оборудование от 600 до 1000 рублей. О переходе на цифровое вещание жители области могут узнать в местных администрациях или сельсоветах. Итак, совсем скоро почти все жители региона получат доступ к 20 бесплатным телеканалам в цифровом качестве. Мы решили узнать, хватит ли их зрителям и какого количества каналов будет достаточно. Сколько есть? Хватит 200. А 200 у меня есть. Один. Россию и все хватит. Все узнаешь, все посмотришь. Никаких не надо уже. Все. Я вообще телевизор не смотрю. Чем больше, тем лучше. Есть телеканалы новости хорошо посмотреть, есть хорошо посмотреть фильмы, сериалы, есть посмотреть канал культура, музыка классическая, есть природа, есть попутешествовать, есть где посмотреть про Благовещенск. Поэтому много. Обновленный онлайн-сервис покупки билетов появился на сайте Благовещенского аэропорта. Ранее он находился в нижней части главной страницы и многие его не замечали. Теперь сервис расположен почти в центре и привлекает внимание туристов. Чтобы забронировать билеты онлайн, нужно ввести в графу города отправления и назначения, даты вылета, количество пассажиров и класс билета, эконом или бизнес. Результаты можно отсортировать по цене и времени перелета. Билеты оплатить прямо на сайте банковской карты или бонусами по программе Центрального агентства воздушных сообщений. Помимо нового сервиса на сайте появился баннер с голосованием за имя аэропорта. Кстати, граф Муравьев-Амурский стал лидером опроса за имя аэропорта Благовещенского. За него отдали свои голоса более 3,5 тысяч человек. Назвать аэропорт именем Леонида Гайдая предпочли 2200 человек. У Михаила Орлова пока 800 голосов. В голосовании приняли участие более 6,5 тысяч человек. Кстати, за имя графа Муравьева-Амурского борются еще два дальневосточных города. Хабаровск и Владивосток. Однако там генерал-губернатор существенно отстает от лидеров. В Хабаровске на первой строчке опроса Ерофей Хабаров. Во Владивостоке путешественник Владимир Арсеньев. До конца голосования остается 10 дней. Чьим именем будет назван аэропорт Благовещенска, амурчане узнают 5 декабря. Медовый кооператив планирует создать пчеловоды из Ирхары. По мнению пасечников, это позволит развить пчеловодство и повысить спрос на амурский мед не только в регионе, но и за его пределами. Пока в кооперативе три производителя. Они надеются, что такое объединение даст им шанс получить государственную поддержку. Тогда, говорят пчеловоды, можно будет закупить дополнительные ульи и оборудовать пасеки для зимнего содержания пчел. Также появится возможность сделать свою продукцию брендом Амурской области и продавать мед в Китае и Японии. Идею создания медового кооператива поддерживают и специалисты Центра кластерного развития. Резьба по дереву, бисероплетение и фоторепортаж. Амурчане с ограниченными возможностями здоровья представят наш регион в Москве на всероссийском конкурсе «Обилимпикс». Национальный этап чемпионата пройдет с 20 по 23 ноября. За звание лучших будут бороться шесть молодых профессионалов из Преамурия. Они покажут свои умения в нескольких компетенциях. Веб-дизайн, обработка текста, резьба по дереву, портное, бисероплетение, фотограф-репортёр. Всего же будет представлено 57 компетенций, в которых примут участие более 1500 конкурсантов со всей страны. Региональный этап «Обилимпикса» проходил в Благовещенске с 21 октября по 1 ноября. В чемпионате приняли участие 56 человек с ограниченными возможностями здоровья. 30 лучшим вручили дипломы и призы. Представители традиционной китайской медицины познакомились с работой российских медиков. В Благовещенск приехала делегация экспертов 2-й Хайлудзянской больницы. Гости из Поднебесной уже побывали в детской областной больнице. В планах посетить больницу восстановительного лечения. Также китайским врачам провели экскурсию по Амурскому медицинскому колледжу. О целях визита коллег из КНР расскажет Денис Свериденко. На своих занятиях студенты медколледжа тренируются инъекциям – внутривенным и внутримышечным. За действиями молодых медиков с любопытством наблюдают китайские коллеги. Сегодня они знакомятся с тем, как обучают средний медперсонал российских больниц. Ведь сами они представители традиционной китайской медицины. Это не лекарственные методы, к примеру, иглоукалывание, массаж, реабилитация. Я надеюсь, что китайская традиционная медицина в дальнейшем будет помогать российским пациентам. Вся эта работа ведется на благо здоровья российского народа. Как говорят медколледжи, специалисты из Поднебесной активно интересуются российской медициной и образованием. В Благовещенск приезжают не впервые. В прошлый раз они продемонстрировали амурчанам особенности китайского лечебного массажа. Массаж нашей китайский очень отличается. И мы, в общем-то, хотели бы, конечно, побывать там еще раз. Особенно наш преподаватель основ реабилитации, чтобы посмотреть, как этот массаж применяется в Китае. Меня поразил китайский массаж, когда иголками покололи шею, потом наложили банку. И в эту банку брызнула кровь. И все это тоже массаж. Для гостей из Поднебесной организовали большую экскурсию по медицинскому колледжу. Китайским медикам показали учебную лабораторию, учебные палаты ухода за больными, класс скорой помощи, а также то, как обучаются амурские фармацевты. Здесь важно разбираться в химических реакциях и препаратах. Без этих знаний, отмечают педагоги медколледжа, работать в аптеке невозможно. Уже на протяжении многих лет они пытаются завязать с нами дружбу. Они пытаются заключить договор о подготовке у нас своих студентов, а чтобы наши студенты ездили, готовились в Китай. Но поскольку пока не поддерживается еще и нашим правительством здравоохранением, вот это предложение, все остается на начальном этапе, можно так сказать. Обмен опытом и медицинскими методами – одна из целей подобных встреч и экскурсий. Однако, по мнению амурских специалистов, сначала необходимо подробно изучить особенности китайской традиционной медицины, насколько возможно внедрить китайские практики в учебную программу российского медицинского вуза. В случае положительного решения, возможно, в будущем лечить россиян будут уже по-китайски. Денис Фериденко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Раздельность сбора и переработку мусора, проблемы экологии, природоохранные инициативы обсуждают в Дальневосточном государственном аграрном университете. Там проходит международный молодежный экологический форум «Зеленая планета». Проект вуза стал победителем всероссийского конкурса среди образовательных организаций. На форум приехали около 300 участников. Это представители высших учебных заведений, школы, амурские чиновники, руководители и молодые ученые организации охраны окружающей среды регионов Дальнего Востока, а также провинции Хайлудзян. Форум будет идти 4 дня в программе «Деловые игры», «Мастер-классы», а также фото-выставка работы Амурского фотографического общества и фотографов из КНР. Сегодня слова «экологическое воспитание», «экологическое питание», «экология» – это не просто дань в воде, а это действительно то, чем необходимо заниматься. Еще 15-20 лет назад, если мы про это поговорили, многие бы говорили, да это пустяк, это нас не затронет, нет, к сожалению, сегодня это очень важно. И поэтому вот это здорово, когда молодежь неравнодушная собирается... Благотворительная новогодняя акция «Коробочка надежды» стартует в Преамурье целый месяц. Амурские общественники будут собирать новогодние подарки для детей из неблагополучных семей, которые встретят главный праздник зимы в больнице. Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно собрать в небольшую коробку набор из нужных и занимательных вещей. К примеру, канцелярию, игрушки, детские книги и журналы, предметы личной гигиены. Примерный список подарков для мальчиков и девочек разных возрастов можно найти на сайте организации amurdeti.ru. Прежде чем подарочная коробка попадет в детские руки, ее содержимое в целях безопасности осмотрят волонтеры. Акция продлится до 15 декабря, затем подарки развезут в больнице. Более 30 тысяч деревьев к Новому году заготовят в этом году в Амурских лесничествах. Одними из первых рубить сосны завершили в Благовещенском районе. Между тем, специалисты Амурского лесхоза напоминают амурчанам об административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку елей или сосен в лесу. Частное лицо могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, организацию – до 40 тысяч. Кроме штрафа, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Цена каждого незаконно срубленного дерева рассчитывается индивидуально. При сумме ущерба в 5 тысяч рублей и более придется нести уже уголовную ответственность. А черным лесорубам может грозить до 6 лет лишения свободы. И на этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. Смотрите новости Амурского областного телевидения и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наш сайт amurobal.tv и нашу страницу в Инстаграме. Всего хорошего и удачи! Амурский областный телевидение